Привет, красотка! И в сегодняшнем видео я хочу поделиться с тобой моим идеальным макияжем на данный момент, в 2019 году. Вообще, я поняла, что я давно не снимала какие-то мейкап-туториалы, прям полноценное видео о макияже. У меня накопились уже какие-то любимые средства, особенности макияжа, тем более вообще весна наступила, так что макияж немножечко видоизменился. Я, если честно, не ношу этот макияж прямо каждый день. Вы видели, как выглядит мой макияж каждый день в одном из последних влогов я показывала. Это действительно буквально три этапа. Но вот этот макияж, это макияж для того случая, когда у меня чуть-чуть побольше времени или когда мы куда-нибудь собираемся, и я знаю, что я хочу выглядеть немножечко по-особенному. Так что запасайтесь снова водичкой, будем творить. И первая особенность моего идеального макияжа, это идеальный тон кожи. Я считаю, что действительно тон чуть ли не 80% дело делает. Если кожа выглядит идеально, то макияж выглядит идеально. Ну, у меня еще сейчас немножечко проблемы с бровями. Вы знаете, что я их сейчас очень сильно отращиваю, поэтому без бровей я тоже не выхожу в свет. Тон, девочки, мы всегда наносим на увлажненное лицо, поэтому у меня уже лицо с кремом. Более того, немножечко стоит подождать, пока он впитается, поэтому минут 10 сейчас, пока я тут подготавливала, выставляла свет и все, такое крем впитался на моей коже. И я хочу вас познакомить с новыми для меня и для вас, возможно, средствами от Вишит. Это корректирующие тональные средства. Здесь у меня есть флюид. Это вот моя тема. Я сегодня буду им наносить макияж. А также есть тональный крем 3D. Я не скажу, что у меня есть огромные проблемы с кожей, но иногда, например, как сегодня, у меня бывает вот такой вот гость на моем лице. Также у меня постоянно здесь капиллярчики видны. И, девочки, на самом деле эти средства, это не просто реально очередной тональник. Это целое спасение для тех, кому нужен корректирующий макияж на каждый день, у кого высыпание, акне, постакне. Я серьезно, сейчас такие средства справятся с очень проблемной кожей и, более того, они созданы именно для этого. То есть, это медицинский камуфляж. Вы меня очень часто спрашиваете, как быть, когда хочется, чтобы кожа была идеальной, да? Вот у меня стоит пункт номер один. Идеальный макияж равно идеальная кожа. И сейчас те девушки, у которых проблемная кожа, такие подумали, классно. Уже пункт не для меня. Мне тяжело добиться идеальной кожи, но именно как раз для этих случаев созданы эти средства. Более того, находясь на вашем лице, они еще и лечат все эти воспаления. То есть, это не тот момент, когда мы просто замаскировали прыщики, и кожа наша стала только хуже. Здесь все наоборот. Средства созданы специально для этого. И я считаю, что это очень круто. Нужно обращать внимание именно на корректирующую косметику, если она тебе нужна. Я, как уже сказала, буду использовать именно флюид. Я хочу скрыть этот прыщ, хочу скрыть точечные покраснения на моем лице. Мы двигаемся от центра к периферии, к вискам, растушевывая продукт. Где нанесение требуется немного более плотное, мы работаем вбивающими движениями. Второе средство 3D. Почему оно и называется, собственно, 3D? Оно справляется с такими неровностями именно в объеме. Какие-то углубления, рубцы кожи. И это все очень легко средство может замаскировать. Для тех, у кого постакна, воспользуйтесь маленькой кисточкой для заполнения углублений и для того, чтобы добиться идеального рельефа кожи. Что мне очень нравится, например, вот в этом флюиде 25% маскирующих пигментов. Но я это средство на лице почти не чувствую. То есть у меня нет чувства маски, у меня нет такого ощущения, будто я положила на себя кучу слоев мазков и моя кожа еле дышит. Нет. Тут вообще такое легкое ощущение какой-то нежной буали. А я молодец, я даже не сказала, как называется эта гамма. Это гамма Дермабленд от Виши. У меня, кстати, никакого жирного блеска не осталось, поэтому я не буду злоупотреблять пудрой. И сразу же перейду к коррекции своего овала лица. Здесь у меня на самом деле все по-старому. Всегда сбиваю с кисточки лишнее средство. Делаю губы уточкой. Лучше всегда наносить понемножечку, добавляя и добавляя продукт, нежели сразу же переборщить. Остатками, которые у меня на кисточке, я прохожусь по овалу лица совсем немножечко. Вы помните, да, где мы затемняем, там мы уменьшаем. Где мы высветляем, там мы увеличиваем эту часть, так сказать. Ну, не увеличиваем, а подаем ее вперед. Посмотрите сегодня, какие у нас золотые румяна. И хорошо прохожусь по яблочкам щек, немного улыбаясь, чтобы их выделить. Мне очень нравится этот оттенок, потому что помимо румянса, он дает будто бы еще естественный загар. И остатками румян, девочки, не боимся проходить немножечко по носику, немножечко в складку веков. Это просто, знаете, создает такую гармоничную картинку. Мы же когда загораем, мы не загораем только щечками, например. А также хайлайтер. У меня такая палетка от MAC, которая нескончаемая просто. Я набираю все три оттенка. Между собой смешиваю, стряхиваю кисточку, как всегда. С хайлайтером то же самое, помимо привычных нам зон над скулой. Я также прохожусь по кончику носа, по спинке носа, галочка над верхней губой, внутренний уголок глаза. И этот шаг у нас даже как часть макияжа глаз, потому что нам вот этот вот приемчик очень поможет. Знаете, что меня всегда раздражает? Когда ты нанес тональный, у тебя губы окрасились и потеряли свой цвет. Чебатюшки, кто там толкается? И давайте подойдем к моей самой проблемной части. Это брови на данный момент. Я справляюсь только с фиксирующим гелем. Маркером для бровей, кстати, сейчас вам его покажу. Это такое средство у Maybelline, которое прорисовывает будто бы сразу же... Я не знаю, видно вам сейчас что-то или нет? Я правильно это делаю. Прорисовывает будто бы сразу же несколько волосков. Для начала я фиксирую брови гелем. Очень сильно зачесываю их наверх. Создаю объем. Вот я как раз сделаю этот фломастер. И достаточно хаотично, не сильно прямо стараясь, рисую волоски. В общем, девочки, спустя 10 лет каких-то попыток у меня что-то получилось. Конечно, это не идеальное состояние моих бровей. Но я очень верю и надеюсь, что когда-нибудь все-таки я их отращу. Я стараюсь все-таки делать что-то более такое небрежное, хаотичное. Не сильно вырисовывая форму. Ну что, мы переходим к глазкам. И глазки у нас сегодня будут сияющие, золотые. Наверное, я еще сама не решила. Но я больше всего люблю в макияже глаз. Оттенки золотого, розового и розового золота. Мне, кстати, кажется, что эти цвета подходят абсолютно всем. Это не какой-нибудь там синий, фиолетовый, зеленый. Я не знаю, а что я делаю? Я беру телесный такой, молочный точнее даже оттенок. Наношу на все подвижное веко как базу. Выравниваю веко немножко, избавляя его от венок. Ну, не избавляя, конечно, от венок, а скрывая венки. Далее коричневый для складки века. Смотрим вниз, чтобы она нам определилась. Растушевываем такими круговыми движениями. И немножечко уходя к виску. Этот же оттенок наносим на нижнее веко. У нас уже здорово начали гармонировать глазки с щечками. И одни из моих самых любимых теней, жидких теней, это такой ликвид от Катрис. Я наношу его прямо аппликатором на подвижное веко. И пальчиком помогаю растушевать. Его можно наслаивать при желании, если хочется более глубокий цвет. И его же немножечко нанесу на нижнее веко. Просто буквально прямо аппликатором даже растушевывать не нужно. И для того, чтобы еще больше подчеркнуть глубину глаз, давайте пройдемся темными тенями. У меня это такие темно-коричневые и скошенной кисточкой. Прямо вдоль роста ресниц. Вы помните, да, такой прием? Это и не стрелочка, но в то же время добавляет визуально густоты ресничкам. Прямо стараемся межресничное пространство задеть. Потому что прямо уж черной стрелкой, подводкой, я бы не хотела огрублять, так сказать, наш макияж. Хочется его оставить все равно таким невесомым, легоньким, будто бы мы не сильно это старались. И активно проходимся тушью. Смотрим для этого вниз, в зеркало, чтобы завивать по ходу движения ресницы достаточно таким естественным способом. Посмотрите, как тушь открыла наши глазки. И остался последний этап губы. Губы я хочу сделать такими, знаете, нежными, чувственными, без матовых каких-то текстур. Я взяла вот такие два продукта. Это карандашик CINART и помада от NYX. Достаточно хорошо гармонирует вместе. Такой девочке совет, если хотите грамотно, хорошо, ровно, красиво по контуру, по верхнему прорисовать губы, то натяните губы вот таким образом. Получается, контур перестанет быть таким мягким, потому что у нас губы сами по себе мягкие. Он натянется, и вы будете лучше видеть, где прорисовать. Не хотела матовый финиш, в итоге получили все равно матовые губы. Такие у нас сдержанные губы достаточно получились. И не темные, и не светлый нюд, такой, знаете, среднячок. Это действительно макияж не на каждый день, в принципе, потому что я потратила сейчас не 3 минуты, не 5 минут, и даже не 10. Я потратила хороших, так, минут 25, чтобы сделать этот макияж. Поэтому он, собственно, для меня и идеальный, а не повседневный. Я считаю, что он подойдет всем абсолютно. Так что вы можете смело экспериментировать, брать идеи в жизнь, так сказать. Если захотите повторить мой макияж, то обязательно отмечайте меня в инстаграме. Я буду вам ставить сердечки. Ну что, красотки, а вода моя подошла к концу. Видео, в принципе, тоже. Я очень надеюсь, что оно вам понравилось. Вы для себя что-нибудь новенькое открыли. И сейчас у нас конкурс. Не уходите с видео. В этом видео я разыгрываю снова 2 продукта от NYX. Это тональный крем и минеральная пудра. Так что, если хочешь забрать этот тандем тебе, а еще там будет записочка лично от меня, лично тебе. В первое условие, нужно подписаться на мой канал. Во-вторых, подписаться на мой инстаграм. Ну и в-третьих, написать комментарий под это видео, что для тебя значит весна. Творческое задание такое. Не обязательно нужно накатывать там какие-нибудь эссе. Просто напиши, что для тебя значит весна. Потому что для меня весна это очень особое время года. Я не только просыпаюсь после зимней спячки и, в принципе, становлюсь бодрее, здоровее, веселее. Но также весна для меня всегда это период творческого какого-то возрождения, если можно так сказать. Мне всегда приходит намного больше зимы на весной, больше энергии. Не забудь оставить ник своего инстаграма также в комментарии. Ну а я вас, красотки, очень сильно люблю. И улыбайтесь чаще. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...